И снова здравствуй, мой дорогой зритель! В сегодняшнем обновлении спалилась информация о будущем кейсе для CS2. Само же оно весит 1,4 гигабайта, так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали! Осталось совсем чуть-чуть до нового года, а значит самое время испытать удачу на Hell Store, где можно выбить неплохие скины. И на выбор у вас несколько режимов, а это классик, где закидываешь скины в общак и чем больше закинешь, тем выше шанс выигрыша. Или же всеми любимый coin flip, где ты один на один сражаешься за право забрать весь куш. Или колесо, где выбираешь значения и ждешь победного прокрута. И конечно же новиночка краш, в котором делаешь ставку и если линия ее прошла, ты в шоколаде. Ну а если тебе не понравился скин, всегда можно его проапгрейдить. На сайте также можно забрать и приз дня, выполняя несложные задания. А при пополнении, если используешь мой промокод, то получишь 2 доллара на баланс. Так что не теряй времени и переходи по ссылке в описании. Ну что же, на самом деле давненько не было таких крупных утечек. Да и в целом неделя была мега насыщенной. Сначала странное обновление, которое явно кричало, что будет еще одно на этой неделе. А потом и вовсе волна банов, под которую даже попал и я. Правда у меня вообще спидран случился по получению бана и его снятию. Зато я успел отхватить парочку титулов за свое недолгое пребывание в бане. И вот сегодня вышло обновление, которое вносит вправки в структуру конфига items games. Это тот файл, в котором хранятся все параметры предметов в CS2. И на удивление, помимо вправок новой структуры для этого файла, разработчики оставили жирный кусок на будущее обновление. И из него мы узнаем, что в следующем кейсе все же будет новенький нож Кукри. И даже наименование всех скинов тоже присутствуют. Помимо этого, также наконец-таки внесли параметры для этого ножа в игру. Раньше их, кстати, не было. Что еще больше доказывает, что скоро выйдет новенький нож. Однако в данной утечке есть, скажем так, небольшой нюанс. Дело в том, что помимо ножа спалились и новые наименования уже вышедших скинов. Но с припиской New CS2. И складывается такое впечатление, это конечно не точно, что разработчики могут пойти на очень, по моему мнению, дерьмовый мув. А это выпустить кейс со старыми переработанными скинами под новой модельки CS2. Хрен знает какую концепцию они себе вырисовывают, но эта идея так себе я скажу. Ну она реально дерьмовая. Ну а зная некоторые особенности Valve, кстати, очень в их духе. Ведь им в свое время это не помешало провернуть со скинами на персонажей. Кто не в курсе, однажды разработчики стали перерабатывать потихоньку модели персонажей, так как они в целом устарели и полигонов у них мало. И сначала они просто заменяли модельки на переработанные. Так, к примеру, мы получили нового Феникса, фракцию SAS, FBR и всю команду LEED. И вдруг разработчики решили, хм, а давайте-ка бесплатное улучшение пропихнем как новые скины на агентов. Вот такая вот коротенькая история. Однако помимо информации о будущем кейсе, в игру также заранее внесли всю конфигурацию для годовой медали за заслуги 2024 года. Уровней, кстати, по-прежнему будет 6. И понятное дело, знать точную дату, когда выйдет кейс, мы не можем. Тем более, что всё упирается и в версию CSGO Legacy. Мол, её будут поддерживать до 1 января 2024 года. И поэтому ничего, собственно, и не выпускалось в CS2. Однако, это лишь предположение, но так как вместе с кейсом слилась и медаль, то, скорее всего, зальют полностью их в игру вместе. А это, скорее всего, точно в этом месяце. Забавно, да? Прямо перед самым закрытием поддержки CSGO Legacy. Но давайте всё же вернёмся к официальному списку изменений. У нас как бы обновы вышло. Внесли изменения на карты Mirage, Anubis, Vertigo, Nuke, Inferno и Dust 2. Изменения на этих картах мелкие. Да и связаны они то с фиксом коллизии, то с закрытием некоторых зазоров. Ну а в основном исправили некорректное отображение анимации у вашей тени. Переключение оружия после отпускания кнопки огня больше не отменяет броски гранат. Различные улучшения оптимизации у системы анимации. И исправили различные баги с воспроизведением демок. А также исправлена ошибка, из-за которой стартовые пистолеты не отображались на вкладке пистолеты в снаряжении. Ну и исправили проблему, из-за которой глушители не отображались на оружии. Ну и на этом обновление заканчивается. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok